Здравствуйте любители L2R! У нас сегодня 28 апреля, вышло новое обновление с новым контентом и давайте мы сейчас подробненько разберем по пунктам, что нам как бы добавили. Ну и начнем, наверное, сейчас я просто параллельно компьютеру себя запущу, чтобы ничего не упустить. Патч-но так называемый. И, собственно, начнем. Итак, начнем, пожалуй, с эмблем. На самом деле система довольно занятная. Находится у нас в предметах. Эмблема. Что из себя представляет? По факту это новый, так сказать, контент, который повышает ваши статы, ну и в том числе BM. И что он состоит? Он состоит из самой, так сказать, эмблемы. Вот. Которых у нас 6 штук. Сейчас я чуть попозже скажу, откуда их брать. Вот. И состоят они у нас вот из таких вот украшений, кубиков. Вот. Которые бывают рангов S, R, S, R и U, R. Кубики. Вот. Значит, для начала мы поговорим, где брать эти эмблемы. Значит, первые эмблемы, белые, вам дают по квесту. Только квест я почему-то не увидел вообще, в принципе. Вот. То есть я открывал, ну, менюшку открыл с самого, как бы, старта игры, ну, после обновления. И у меня сразу белая эмблема висит. Если у кого-то квест был, напишите в комментариях. Вот. Ну, или может ничего не писать. Значит, дальше есть фиолетовая эмблема. Значит, она у меня тоже была уже активирована. Но по факту ее можно собрать через магазин 3х3. Вот тут, если мы откроем, значит, у нас здесь есть монеты славы. Ну, все знают этот магазин. И здесь вот есть странички. Значит, можно брать за раз за неделю, так понимаю. Ну, да, недельный лимит 10 страниц, умноженное на 3. То есть 30 страниц в неделю. То есть, грубо говоря, за 4 недели она собирается. Но у меня она была активирована. Там сокол на всех тоже. Поэтому, я так понимаю, эти странички искупать можно, наверное, чтобы лимитить. Но это мы сейчас посмотрим. Вот. И, значит, соответственно, дальше, что у нас тут еще есть по этому поводу. Давайте мы поговорим, где брать остальные. Значит, дальше у нас есть красная эмблема. Значит, красная эмблема у нас берется с экспедиции. То есть, если вы откроете экспедицию... Так. Клан. Есть магазин. Магазин экспедиция. И вот мы видим, что здесь есть можно купить символ могучего союза. Стоит он до хрена. Он стоит 9000 монет. Но я в каких-то предыдущих видео говорил, что он появится. Поэтому, кто накопил, тот молодец. Вот. Кто не накопил, вроде шла речь то, что монеты, количество монет, выдаваемых за участие в экспедиции, увеличат. Плюс у нас же тут появилась теперь новая экспедиция. Ну, про нее чуть позже я поговорю. Вот. Ну, то есть, за экспедицию можно собрать, как бы, ну, эту красную эмблему. Вот. И, следовательно, у нас еще есть эмблема золотая. Ну, или желтая. Вот. Она у нас берется с магазина Адана и с владения Аданом. То есть, если мы откроем непосредственно ставки, которые мы получаем... Ну, вот монеты когда мы делаем ставки на Адан. Вот. И вот тут у нас они есть. Монеты... Так. Вот. Фестиваль. У меня здесь есть страницы. И, то есть, после третьего раунда эту эмблем сразу можно все собрать, потому что надо 100 страниц. Мы можем купить за раз... 5 раз... Нет, не соберем. Подождите. То есть, 10 можно будет взять. И, соответственно, страниц символизования Адана. То есть, умножить на 5 на 10. Еще можно будет взять 50. То есть, 60 получается в сумме. Да, мы не соберем ее. То есть, за два раза, наверное, надо будет собирать. Ну, либо ее сразу соберет тот клан. Сейчас я это, конечно, проверю. Вот. Давайте мы сейчас вот так вот сделаем. Так. Замок Адана. И здесь есть магазин владельца. Да, здесь магазин владельца есть. То, что мы видим, то, что каждую неделю тоже можно их покупать. То есть, все, которые игроки просто участвуют на ставках, они за два раза ее соберут. Получается, тот клан, который на Адане будет сидеть, он ее довольно быстро соберет. Можно покупать каждую неделю по 50 страниц. Поэтому, грубо говоря, там, ну, сразу же ее и соберут, как только Адан кто-то завладеет. Ну, понятное дело, скупят за ставки, плюс еще сядет на Адан. Вот. Значит, и у нас тут еще нам разработчики преподнесли очередной сюрприз в кавычках. У нас еще книжки черные и синие, которые только за донат. Если мы откроем магазин, в специальном магазине, у нас появилась, пожалуйста, вот она у нас синяя, и вот она у нас черная. Ну, тут, конечно, это занятно, потому что даже страницы на эти книжек, как бы, сейчас посмотрели, поискали и не нашли даже, где эти странички получили. То есть, кубики на эти книжки можно за коробки получать. А вот сами книжки, страниц на эти книжки, их, как бы, нигде в игре бесплатно нет. В принципе, нет. То есть, мы тратим 70 баксов, покупаем их книжку. Но тут, на самом деле, ничего удивительного, потому что те же самые петы у нас за 70 баксов давно уже существуют в игре, те же самые гатионы, которые раньше были по 100 баксов, теперь по 50 стали. Вот. Ну, понятное дело, что это исключительно донатный контент. То есть, как бы, и глазавры станут еще сильнее в первый же день. Вот. Ничего нового. Значит, теперь давайте поговорим про кубики. Нет, давайте мы еще про книжки. Сейчас я еще тут упомяну одну вещь. Что можно с ними делать? Значит, у книжек есть подхарактеристики. Вот. Значит, книжку можно повышать. То есть, мы видим то, что она изначально у нас первого уровня, ее можно до 30 уровня поднять вот такими вот фиговинами. Вот. Они у нас тоже, я смотрел, есть в шопе эти фиговины. Вот. И, значит, дальше можно ее, соответственно, лимитить. Есть у нас камни. Вот. Причем тут сразу идет ссылка на магазин топазов. Вот. И мы видим, за 500 топазов здесь можно брать. Ну, наверное, где-то есть еще. И есть у нас еще эффект завершения. Ой, извиняюсь, нет, это у нас про кубики. А, есть еще точки. То есть, можно еще точить эти книжки. Мы видим то, что изначально у нас все по нулям. Первый уже что-то даст вот так атаку. Да, и у каждой книжки у них свои статы. То есть, к примеру... Так, тут у нас не хватает. То есть, видите, тут на защиту, тут на атаку. Вот. То есть, книжки можно точить. То есть, понятное дело, тут как бы на самом деле напоминает систему, как с поясами, как с плащами. То есть, можно книжку апать, лимитить. Но только... Ну, да, можно, само собой, точить еще у нас и плащи. Вот. Но пояса, да, от пояса у нас точить нельзя. Ну, как бы, про книжки, я думаю, тут все. И давайте про кубики поговорим. Значит, у нас есть украшения. Там тоже по квесту дали две их, этих, как бы, этих украшений. Вот. Причем там еще одну дали по событию эсерную. По квесту дали маленькую. То есть, цель какая? Значит, у нас вот поле, вот оно вот такого вида. Здесь она отличается. Цель заполнить это поле максимально эффективными кубиками. Ну, понятное дело, что максимально эффективно это UR. Вот. Они бывают кубики разного вида. То есть, по... Ну, как Тетрис, видите, да? То есть, вот у меня тут повторочки. Вот. Но кубики можно крутить, само собой. То есть, им тут смысл в том, то, что вы из эсных, эрных, эсерных и URных кубиков, поначалу, когда у вас, например, они в разнобой, все эти кубики, вы просто крутя, вертя, вы заполняете это поле. Само собой, тут можно заполнить, как бы, либо всеми эсными, либо всеми эрными, либо в перемешку. То есть, это никак не возбраняется. Вот. Тут единственное то, что кубик, каждые кубики соответствуют своей книжке, и, соответственно, в другую книжку ее вставить нельзя. В отличие от тех же самых поясов, где у нас можно заклепки от иного пояса вставить в другой пояс. Тут так нельзя сделать. Тут можно кубики только вставить в свою ячейку. Вот. И, следовательно, вот у меня тут сейчас заполнено... Вот. Это я набрал так много фиолетовых кубиков с 3 на 3. То есть, я вообще не донатил в это пока. Ну, и не знаю, там, ближайшее время, наверное, и не буду. У меня как бы угнетает мысль, что надо еще две книжки покупать. Поэтому пока по временю. Вот. Следовательно, у нас есть... Вот у меня тут SR-ные в основном, потому что мне, в принципе, нападало довольно прилично SR-ных. Там их можно в магазине 3 на 3 забрать. Вот. А также там, в принципе, еще... Ну, вообще приличное количество я сейчас их забрал, этих кубиков. Там еще и 80 рандомных было. И у меня, соответственно, сразу сделалась куча повторок. Можно было там вообще одними местами все заполнить. Но суть в том, что эти кубики можно объединять. Тут стандартная уже у нас этот менюшка. Вот. Но тут цель какая? Я бы не стал вначале все подряд объединять лишнее. Вначале бы попытался максимально профитно заполнить SR-ными все. А потом уже начинать объединять. И получая новые там R-ные- SR-ные. То есть, пытаться как бы дальше заполнять SR-ными. Ну, вот эти все, то, что мне заполнили, у меня почти все здесь SR-ные, по-моему. Если вообще не все. Нет, вот даже S-ная есть, потому что надо было воскнуть куда-то. Потому что размер такой. Если бы попалась мне такая бы SR-ная, я бы, конечно, сюда поставил бы SR-ную. Понятное дело, что кубики все есть. Есть какой-то определенный набор размеров у этих кубиков. И, следовательно, цель, как я уже говорил ранее, это собрать разнообразные размеры UR-ных кубиков. Так, чтобы заполнить полностью всю, как бы, весь комплект. Ну, все поля. То есть, красиво, чтобы было. И, в принципе, у нас, когда вы это заполните, у нас есть еще и век завершения, который тоже вам даст статы, и, следовательно, BM. И, как бы, будет хорошо. Я думаю, наверное, здесь все понятно. Вот. Пока вот я еще не знаю, когда точишь книжку, есть ли там какие-то фейлы. Вот. Это нужно будет тоже посмотреть. Но у меня пока нет технической возможности это проверить. Ну, потому что только все это вышло. Но в дальнейшем, конечно, это будет уже видно. Ну, понятное дело, что еще до 30-го уровня мы ее зальем. Просто апнем. Там все будет хорошо. А после 30-го тоже лимиты, есть ли там какие-то фейлы. Я тоже пока не знаю. Вот. Ну, про книжку и про кубики я сказал. Давайте мы переходим теперь у нас к следующему игровому элементу, который у нас добавили сегодня. Это называется у нас система атрибутов общего оборудования. Ну, на самом деле, просто тут вообще все элементарно делается. Один раз и забывается. У нас вот здесь... Сейчас я найду. Да, вот вызову появилось разделение атрибутов. Значит, что у нас тут сделано? То есть, в чем вообще суть? У нас есть, получается, 9 пух с начала старта игры. То есть, почти у нас тут игра 4,5 года. У нас 9 пух. То есть, соответственно, 9 атрибутов. Соответственно, 9 раскладок под них. Ну, если мы всеми пользуемся. Это в какой-то момент уже, да, неудобно. Это все переключение. Хотя, на самом деле, ну, там, когда на фарме, мы же все равно фармим только на одной виду мобов. Поэтому, ну, тут как-то пофигу. Вообще, как бы это уже система игровая, вот эта механика, она как-то постепенно уже уходит в прошлое. С этими всеми атрибутами. Потому что здесь же настолько большой БМ. Ты с какой бы пухой мобов ни бил, ты все равно их там шоток будешь. Понятное дело, что с пухой нужно, ты будешь шоток быстрее. Ну, ладно, это я отвлекся. Суть в чем? Потом, значит, когда я открыл это первый раз, мне предложили зарегистрировать одну из двух пух на выбор. Но я выбрал пуху Сияния. Потому что я с ней, к примеру, стою в том же самом мировой элитке. Я ее зарегистрировал. Тут требования, чтобы ее зарегистрировать. Она должна быть ЭЛРная. Третьей про Буддой. Здесь сороковая пуха она должна быть. Вот. И... И... И вроде все. Вот. Дальше что? А, ну и максимальная точка. После того, как я это сделал, в нее можно добавить остальные атрибуты. То есть я добавил все, так как у меня все пухи, они максимальные. Соответственно, теперь, если я эту пуху открою... Так, сейчас мы ее перекручим в раскладочку. Мы видим то, что здесь атрибуты. Ну, у нас разработчики опять похерили интерфейс. Где-то она в жопе светится. Ну, вот видно, что здесь все 9 атрибутов на ней есть. То есть, соответственно, мне как бы не надо уже менять раскладки. И вообще, в принципе, когда я бегать буду, фармить что-то там по полям, по разным обам. У меня везде будет максимальный ДПС, как бы. Ну, да. Хорошо. Хотя, как я уже упомянул, тут уже настолько БМ, то, что они так шотались. Ну, особенно в поле, там, если свитки делать, там вообще пофигу было, с какой ты пухой бегаешь. Вот. То есть, это делается один раз. Никакого БМ это не прибавляет, никаких дополнительных статов это не прибавляет. Это просто разработчики таким образом просто упрощают нам немного жизни. Ну, хорошо ли это? Плохо. Ну, наверное, хорошо. Давайте мы еще сейчас поговорим. Ну, про пухи понятно. Еще то же самое у нас есть про броню. Ну, броню-то я зарегистрировал. Ну, вот еще вот можно, например, вот так вот еще сделать. Кстати, вот вы видите требование достичь ЛР ранга 40, достичь уровня модификации атрибута 10. Ну, понятно, атрибут. Достичь уровня модификации плюс 40. Это точка. И достичь уровня прирождения. Ну, это понятно, это про Будда. Третья должна быть. То есть я зарегистрировал, но вот у меня, к сожалению, нет ни одной брони вообще, в принципе, с третьей про Буддой. О, ну, кстати, еще и они крестик сломали, черти. Соответственно, у меня это как бы все хорошо. Ну, вот если открыть, то у меня да еще и точка 40 далеко не везде. Вот. Потому что я пока не заморачивался коллекцией. Ну, очень много нужно ресурсов, а выхлоп маленький. Ну, в конечном итоге, конечно, когда-то это я сделаю. Сделаю. То есть когда-то я сделаю третью про Будду. Но это будет не раньше, чем я там полностью доделаю пиетов там и так далее. Потому что оно тратит на этот ресурс, пока там, вы сами прекрасно понимаете, чтобы даже, чтобы хотя бы тот же самый один шлем, всего лишь один шлем сделать на нем третью про Будду. Это нужно 100 плюс 250 плюс 500 эссенции. Это, получается, нужно 850 эссенции кузнеца. Вот. Ну, как бы непозволительная пока роскошь, потому что если у меня какие-то коробки есть, я их там открываю и трачу, беру другую эссенцию. Там тоже самое зачарование. А сама по себе эссенция кузнеца копится медленно и уходит там на бижут, на третий, там четвертый комплект и так далее. Поэтому не вижу пока смысла это делать. Ну, и оно мне вообще, в принципе, никак не горит и погоду не делает. Пуху сделал и ладно. Вот. В принципе, тут про эту систему все. Ну, как я уже упомянул, делается один раз и можно забыть. Дальше, значит, что у нас тут еще из игрового? Из игрового у нас появилась, называется, новая сложность Альянса Экспедиции. Ну, по факту, это даже скорее вообще, в принципе, новая экспедиция. Сейчас мы ее хотя бы посмотрим. Так, клан, экспедиция Альянса. Ну, как бы мы зафармили просто нашим Альянсом уже, само собой, Баюма. Вот. А можно ли открыть Хроморбиса? Я не знаю. Это надо у Каэла спросить. Можно ли их фармить две? Либо это будет выбор одной из двух. Ну, так как мы уже на эту неделю зафармили, то посмотрим. Я спрошу у Каэла, можно ли ее открыть. И, соответственно, если можно, то я просто запишу отдельные видосы, прохождение этапов. Просто что там вообще, потому что самим интересно. Ну, насколько я знаю, там довольно сложно. Потому что я видел на Корее, там тоже заходили ВЗКБМ-ные чары. Я знаю, что там есть комнаты, рассчитанные на 10 человек. И там довольно тяжело им было. И еще там интересная вещь. Сразу стоит, кстати, упомянуть. Значит, изначально Кореи они вообще страдали. Но потом у них ввели атрибут. Соответственно, у них добавился атрибут. У нас его ввели сразу. Находится он в стихиях. А вот он, пожалуйста. Соответственно, можно, например, сразу либо это, естественно, бустануть за донат. Либо эти камушки уже появились у нас в магазине. Вот я их и видел. Магазин экспедиции. Пожалуйста. Вот они у нас даже за красные, кстати, есть. Можно, да, купить, кстати, недели лимит у нас тут. И у нас камушки есть. Это за монет они тоже есть. Так что это все хорошо. Ну, и как я уже упомянул ранее, если экспедицию можно будет открыть. Но не на это, так если на следующей неделе, то запишу отдельные видосы прохождения. Вот. Значит, дальше. В связи с экспедицией у нас добавился... Сейчас я найду. Так, тут я просто параллельно тут прокручиваю, смотрю форум. А, да, у нас добавился новый рарный скилл. Так. Взрыв пустоты. Выпускает перед собой прибивающую энергию пустоты, нанося урон противникам. После трех ударов или достижения максимального расстояния, энергия взрывается. Нанося только урон по противникам поблизости. Ну, наверное, звучит, конечно, интересно. Атакующий скилл в какой-то веке. Вот. Причем видно, что конкретно атакующий. К сожалению, я не могу его открыть, посмотреть. Вот так как у меня его нет. Хотя бы там глянуть в какой-нибудь урон. Потому что показывает, как последняя практика. У нас в основном все играют через защитные скиллы. Причем везде. Что там в Колизее, что на осадах там и так далее. Ну, посмотрим, что это будет за новый атакующий скилл. Будет он падать, в том числе, и с экспедиции. И плюс еще можно будет его из-за монеты взять за экспедиции. Ну, кстати, я уже там, наверное, сами вы внимание обратили, когда я открывал магазин. Вот я видел его. Ну, тысячи, конечно, монет. Это очень много. Надеюсь, то, что, конечно, монет будет давать больше. Вот. Также тут видно, кстати, что можно купить в какой-то веке дудку Колигона. Ну, я думаю, все-таки, наверное, те, кто играет давно. Уже давно он Колигон собранный. И все хорошо с ним. Вот. А вот те, кто у нас играют недавно. И будут сейчас проходить экспедицию. Там прекрасно все помнят, что дудка падала на самом деле очень хреново. Камни копились. А камни разбивать, ну, как бы можно только на синюю эту фигню. И, соответственно, многих копились эти камни, а дудка не падала. Ну, теперь можно купить ее. Вот. Смотрю, тут нет никаких костюмов. У меня костюмов нет. И, кстати, на Корее там есть пет с экспедиции. А есть ли он у нас? Давайте поглядим. Я еще даже не смотрел. Да, есть колесница. Значит, это пет тоже с экспедиции. Он, кстати, рарный, насколько я вижу. Вот. Так что еще будем собирать пета. И, причем, я в магазине вообще нигде не увидел какого-либо упоминания этого пета. Я тут сделаю небольшое отступление. У нас обновление... Перескочило одно из обновлений на Корее, когда у них ввели петов. Вот. Соответственно, может быть, это все как-то взаимосвязано. И у нас просто этот пет появился, а других-то и нет. И поэтому как-то на форуме и как-то упоминания я не заметил про этого пета. И в магазине нет ничего. Ну, будем надеяться, что он падает с экспедиции. Вот. А, кстати, подождите. Можно же, наверное, посмотреть вот так вот. Сейчас мы откроем. Клан. Нет, не так. Экспедиция Альянса. Выберем вот этот за Лорбиса. И тут есть у нас награды. Да, вы видите, в наградах нет никакого упоминания тоже пета. Поэтому тут пока непонятно, как с этим петом быть. Потому что в магазине камней нет. Вы сами видели. Ну, вот. И будет он падать. И вообще пока странно все это пока выглядит. Вот. Ну и давайте по традиции, по ивентам еще пройдемся. Потому что по игровому контенту все. Вот. Сейчас мы откроем события. И поглядим, что у нас за события в игре появились. Так. Ну, первое событие вы уже сами все, наверное, видели. Это при входе в игру. У нас тут нам дали какие-то плюшки. Так. Да. Значит, тут нам дадут кубики. Потом дадут нам вот эту хреновину это заливать. Как раз-таки непосредственно книжку эту. Точки на книжку. Опять кубики. И опять заливать книжку. Ну и красных тысяч под конец. Вот. Это первая семидневная награда будут. Дальше, значит, у нас будет событие рулетка. Вы помните там, ну, про шарман крутите и там будут награды падать. Ну, оно уже не раз было. Поэтому, я думаю, здесь особо не надо внимания заострять на этом. Вот. И будет событие таинственный обменный магазин. Значит, вы будете, как обычно, выполнять всякие игровые задания стандартные. Там всякие страж-храмы и прочую фигню. Арену там, фигену, цветы. Вот. И будете получать за это какие-то, видимо, коины, которые можно будет обменять на всякие ништяки. Вот. Ну, тоже стандартная ситуация. Поэтому, тут тоже особо, я думаю, ничего интересного рассоливать не надо. Ну, и, наверное, последок скажу, что у нас стартует чемпионский сервер. Стартует он, значит, я так понимаю, сейчас уже можно купить билет, по-моему. Сейчас мы его найдем даже. Так. Так. Что-то я его пока не видел. Хотя, вроде написали то, что нам рекомендуемый должен быть. Ну, суть в чем, значит, можно будет опять очередной раз в чемпионский сервер. Требования остались те же. 20-миллионный чар. Ну, все то же самое. То есть, слои перехода не поменялись у нас. Поменялись награды. Теперь, там, вот, раньше был Агатион только с первого по третье место. Агатион дают с первого по пятое место. Вот. То же самое там красных стало побольше. И красных теперь дают, там, вплоть, по-моему, до десятого места. Если не изменяет память. И, ну, суть в том, то, что... Ну, примерно все то же самое будет. Поэтому посмотрим. Вот. Не буду пока ничего загадывать, что там наш клан решит. Будем переходить, не будем участвовать. Короче, пока ничего не знаю. Если что-то будет, наверное, будет тоже там какое-то отдельное видео. Там, итоги первой недели. Как я делал это на прошлом чемпионском сервере. Поэтому просто сам факт. Начинается он, по-моему, какого-то там мая. Сейчас будет у нас возможность купить билет до какого-то там мая. Ну, давайте я все-таки, ладно, посмотрю на форуме. Там просто отдельная вкладка у нас есть. Так. Сейчас мы только найти бы это еще. Сервер чемпионов трансферный билет. Период продаж Европа с 2 мая по 5 мая. Вот как. Ну, поэтому я в магазине его не нашел. А, ну, понятно, собственно. Дальше. Крайний срок покупки, ну, крайний срок покупки, билет на переносы чемпионов сервера. Так. Европа. Тихианское время получается... Ой, ну, у нас не по Тихиану, а по Гринчу, по Гринчу интересует. Получается 5 мая 14.55. Значит, получается 17.55 по Москве. То есть до 5 мая 17.55 по Москве. Можно купить билет, а потом надо будет переходить. Дальше, значит, когда это можно будет, когда, собственно, время, когда будет первая осада, то у нас период события. Так, Европа с 9 мая по 8 июня. Понятно. То есть еще дадут... Билет, может быть, купить, иначе потом еще дадут 4-дневный переход, как я понял. Вот. Дальше, соответственно, у нас тут будет уже распределение очков. Вот. Ну, будет идти все это мероприятие почти месяц. Это видно. И тут, кстати, есть такая забавная пометка. Тут внимание обратил. Ну, вот награда до 10-го места аж вплоть будут давать кристаллы. Вот тут есть такой чемпионский титул. Можно использовать до 8-го августа. Я подозреваю, что 8-го августа просто уже потом в августе будет на следующий уже третий чемпионский турнир. Так сказать, сервер. И самое, что интересное, что на Корее такого ничего и подобного до сих пор нет. Такое вот у нас европейское-американское ноу-хау. Вот. А, давайте еще напоследок. Я совсем забыл. По донату пройдемся. Что у нас тут есть нового, интересного? Значит, сразу обращаю внимание, здесь есть магазин. Майский называется он. Здесь довольно крутая штука. Это за 10 баксов у нас есть такая коробочка замечательная. Здесь от 100 до 1000 билетов. То есть даже если он будет минимальный 100 билетов. То есть мы эти билеты умножаем, к примеру, на 80 коробок. Билеты на новые коробки, которые с кубиком тратить можно. Я это уже проверил. Вот. Соответственно, вы получаете за 10 баксов, условно говоря, 8000 красных кристаллов. То есть, а если вам выпадет, например, уже больше 100, но это уже совсем хорошо. Вот. Ну, соответственно, билеты можно тратить. И там... Я сейчас, кстати, проверю, артефакты можно тратить или нет. Сейчас мы посмотрим. Ну, вот я о чем сказал, что можно их тратить на кубики, эти билеты. Да, можно тратить на артефакты. Да, можно их на все тратить, в принципе, эти билеты. Поэтому, я считаю, must-have рекомендую, если донатите, то уберите обязательно. Вот. Потому что такой аттракцион невиданной щедрости, на самом деле. Да, тут еще и коробка с красными лежит. Также здесь есть вот это все скуплено. У меня это все за Дэна скупил. Вот. И плюс тут еще другая есть коробка. Ну, здесь уже за 20 баксов. Здесь уже элемент рандома. Ну, тоже, кстати, награды довольно неплохие. Ну, я не привык донатить в рандом. Хотя, конечно, посмотрю. Но, допустим, эликсиры мне не нужны. Так. Ну, вот это тоже сомнительно. Ну, хотя 150 точек. Не, ну, это много. Дорого, я считаю. 20 баксов за 150 точек. Так. Ну, вот это, кстати, хорошая тема. Сразу можно верного гатиона сделать. Так. Тут 400 точек. Ну, тут уже, да, поинтереснее. Ну, в точке я, в принципе, не доначу, потому что морфы это вообще самый уродский контент, я считаю, который есть в этом L2R. Вот. И поэтому я, в принципе, не хочу донатить в эти морфы и вообще как что-либо покупать там точки и прочее, пока они не ведут какие-то стопроцентные дропы. Я потом, кстати, планирую сделать отдельный видос, потому что на Корее у них там немножко поменяли. У них новая добавилась элитка мировая, и там уже морфы заточены и падают от 1 на 6. Это уже интереснее. Но сейчас я вообще не вижу смысла в эти точки донатить никакого. Тут есть у нас билет, кстати, на смену класса. Это вообще, кстати, прикольно будет за 20 баксов саб сменить. На Бежу здесь коробочка есть, но какая-то она бедненькая, потому что вот давечу продавали за 30, там фуловая была, а тут вы только 3 получите. Тут, кстати, есть 500 синих. Опять тоже, кстати, точки. Так, тут тоже, кстати, точки. Ну и самое тут на закуску, это у нас коробка с агатионом рарным на выборе с брелками. Не, не буду я это покупать, потому что здесь 4 аж как бы точки. Я, если мне это выпадет, я считаю, что потраченные деньги пустую, ну нафиг. Вот. Значит, что тут еще? Так, ну это, в принципе, это уже у нас было. Давайте мы сейчас специальный магазин еще откроем. Ну, понятное дело, я уже говорил, что вот, пожалуй, 2 донатные книжки у нас есть. И, соответственно, тут еще есть пак с юэрным кубиком рандомным и 200 от sdur. Вот. И плюс еще вот такой вот есть пак. Здесь тоже юэрный кубик рандомный. А, нет, вру. Он не рандомный, он серый. То есть конкретный. Вот. Соответственно, точки. Тут есть точки на книжку. Так, тут вот получается заливать на эту самую. И серные. И серные здесь уже вот рандомные, вот видны их. Вот. Ну да, все, в принципе, новые паки донатные, они связаны с непосредственно с этой новой системой. С этими эмблемами. Вот полторы тысячи за три заболевания. Я не знаю, много это или мало, и сколько даст БМа, без понятия. Вот. Ну и можно, кстати, скиллс купить сразу же. Ну, потратить. Хотя нет, его должны собрать. Почему? Его можно два раза купить. То есть, получается, он шестого уровня будет. Хотя раньше странно. Его можно было, по-моему, раньше сразу собрать десятого. Как-то странно. А, ну ладно. Напоследок хочу следующее сказать. Значит, у нас получается... Вот эта обнова, которая сейчас у нас, она на Корее была где-то в феврале. У нас, получается, ну, апрель-конец. Соответственно, пора, наверное, делать видео, чем Корея отличается дальше. То есть, что нас ждет впереди. Напомню, что мы пропустили одно обново с петами. Но, мне кажется, мы ее все-таки будут у нас эти петы новые. Хотя, хрен знает, может, не будет. Посмотрим. Вот. Ну, а на Корее самое крупное, что нас ждет, то, что у них уже сейчас есть. А у нас это будет. Это, конечно же, новая мировая элитка. И все, что с ней связано. Новые лэрные морфы. В общем, новое горение жоп. Ну, я потом сделаю отдельное видео, чем отличается Корея от нас по состоянию на начало мая, я думаю. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Пока.